Я проверил индуктивность на 24 микро генри. 24 только это значит 24 микро генри с ошибиться может на 10 процентов. И вот я ввел 23 микро генри и получил частоту 78 кГц. То есть почти ту частоту которую мне гир показывал мой. А если 24, то 76 кГц. Это немного отличается, то есть 23 кГц, 24 кГц. Немного отличается. Вот 78 кГц. Конденсатор емкости измерял прибором от 181,5 кГц. То есть на такой достаточно малой индуктивность он правильно замерил. И вот эта индуктивность 3 миллигенри. Тут написано 334 кГц. Ну вообще тут 3,43 миллигенри. А я по своим замерам и расчетам замерил где-то 3,2 миллигенри. То есть тоже не сильно ошибся. Так что на больших индуктивностях примерно правильно мерят. И на малых, где 24 микро генри, где 3,3 миллигенри. Отлично. 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 Продолжение следует... 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 Вот, например, замерить вот этой катушке индуктивность. Теперь подключаю питание и осмотрю частоту. Двадцать три, запятая семь. Что-то. Вот, тридцать шесть километров. Смотрю, или с телографами, или с масодами из козелых. Здесь масода примерно нормально, особых искажений не вижу. Попробую еще вот тут поставить. О, тут поставила она уже поменьше, а тут уже слишком слабая. Не тридцать шесть километров. Отлично. Теперь вводим какая-то индуктивная. Что-то сорок. Еще больше. Вот, сто микрегендры. И тридцать шесть килогерц. И тридцать семь килогерц. 35,9 мГц и 108 мГц, 36 кГц, естественное микроведро. Тридцать четыре, вроде бы, в начале показывал, а там нет еще, ну, сто восемь где-то, вот сто восемь микрогедры и 36 кГц, конденсатор и емкость вот такая, в гором вымеренный. На нем нет ничего написанного, но это логично, что у него 100 микрогены, кондуктивность. Что 108, так обычно никто не делает. Тут что-то написано 0,001, это может и есть и значит, что это, что микрогены. Зачем четыре написано, вообще не понятно. Потом можно его подписать, что это 108 микрогенри, потому что тут ничего не написано толком. И вот, как я мерил конденсатор и емкость, что у него именно такая емкость. Взял вот этот прибор, вставляю так, убираю емкость. Он сперва показывает 9 нанаворад, это активность этих вот щипов. Нужно REL DELTA нажать, тогда сбрасывается по нулям, тогда можно мерить. Вот 181,4, а у меня там 181,5. Тут иногда так, иногда так, вот теперь 0,3 пока немножко не страшно. А вот теперь вот этим прибором, если мерить. Тут нет этой делки, поэтому тут он мерит индуктивность этих щипов. 0,5. Поэтому тут сразу 0 показывает, сразу это неправильно видно. Он тут показывает 220 нанаворад. Если, то 211, то 200. Если, то 211, то 200. У нас тут примерно 10. じゃあ, ставшите на 15. Переходи на 15. Это моё и 1? Ну, при startupsе этики, И здесь оставляем 1,5 см. Сантим. Вот так, вот так. Я хочу показать, что я возьму, вот так вот. И так вот, так, это мы, понятно. Это мы такие. Вот, тогда получается 92 микрогена, то есть 1,2-36 кГц. Мне кажется, этот более дорогой, этот более правильный. Этот китайский, он там толком не откалиброван, мне кажется. Такой. Вот ничего не написано, какая погрешность измерения ёмкости. Вот, тогда. Мы благодарим вам, что вам понравилось, что вам понравилось, что вам понравилось. Вот. 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 Он такой с доброй душой, но не совсем точный. Этот вот так дорого стоил достаточно, я бы сказал. Потом он тут точный, а тут нет как бы точных измерений. Что даже позаботились о такой функции, чтобы снять эту индуктивность с щупов. Вот. Либо можно взять, я когда мерил конденсаторы разные, так он точнее всегда показывает. Например, где 2,2 нФ написано, он столько и показывает. Это слишком искажает на малых ёмкостях. Не знаю, я этому больше доверён. Так просто они не могли тут учесть щупы, чтобы всё так… Ну, не знаю. В общем, думаю, вот этот точнее измеряют. История. Вот. Просто с другой. История. В общем, я для вас тоже всё. К fascinating. Дорого. Ты, чёрно с маленькими, с другой, с другой. Я тоже.